Привет, друзья! Меня зовут Саша Жульчкина. Знаете, у меня сегодня такое хорошее настроение, что я решил навестить Валерия. Я знаю, что он сидит так же все в метро. Мне присылают в Инстаграм фотографии с ним. И я подумал, знаете, сегодня 1 мая, почему бы не сделать Валерию приятной и не сводить его в дорогой ресторан? Поэтому, друзья, ставьте лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь. И можете написать в комментариях, какая у вас мечта. Я все прочитаю, и, возможно, именно вашу мечту исполню в следующем выпуске. Кстати, я тут проходил мимо одной тачки. Зацените. Да, кстати, в комментах можете написать, что мне дальше делать с Мустангом. Потому что он стоит мертвым грузом уже... Ну, господи, ну ползимы точно стоит. И там нужны большие деньги на ремонт. И не знаю, может быть, вообще его разыграть? Давайте, вот, напишите в комментариях, что делать дальше с Мустангом. И я прочитаю, и обязательно что-то выберу. Уже подъезжаю к метро. Сейчас увижу, тут Валера или нет. Да, Валера сидит. Вон, Валера, там с кем-то третит. Для многих это вставит очень круто. Мои технологии мне сильно помогают. И женщина тоже поможет. Я очень рад сегодня. Ведь вы все же сделали то, что... Валерий, привет. О, привет. Отойдемте, отойдем. Это очень громко. Чуть-чуть вот сюда. Друзья, внука все поднимаем. Песень. Я дарю вам бесильные песни. Я дарю вам похмелье. Неси кунточку буквально. Ага. Как бы это выразится поприличнее. Валера там, видимо, пошел по своим делам очень важным. Валерий, я, в общем, знаете что... Валер, ты знаешь мою жену? Она бы такие тут танцы бы устроила. В общем, Валерий, скоро же лето, да, уже наступает. Надо, короче, переодеваться. Поэтому я захватил новые вещи для вас. Гранд, мерси, Шампарко. Сейчас мы переоденемся и поедем с вами. Я забронировал столик в дорогом ресторане. Отметим сегодня... Уже неудобно. Отметим сегодня первый раз. Вот, поэтому давайте сейчас я отдам шмотки, вы их померите. Куртка, Валерий, фирма Вольво. Фирма Вольво, самая крутая, которая была только. Я, бурния. Да помогу тебе одеться. Мне это зачем? Спасибо, Валерий, фирма Вольво. Суперкуртка, как вам? Но это еще не все. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Давайте сзади побольше сделаем кепку. Но она маленького размера там сейчас. Да, надо чуть побольше сделать. Ладно, поехали. Там машина стоит у меня. Сейчас загрузимся и поедем. Погнали. Да, и туда ее можно кидать прям. Все. Да, все, садитесь, Валерий. Валерий, были когда-нибудь в ресторане вообще? Когда последний раз были в ресторане? Я очень давно был в ресторане. Я сейчас скажу, лет... Больше 30 лет назад. 30 лет назад. Да. Ничего себе. Вот это я скажу больше. Скажу даже, как назывался ресторан. Ага. Ресторан Орбита. Это, ну, в Пушкине, ну, детская сила. Ага. Ага. Ребята были у метро, кто-то такие? Скажем так, местные алкаши. Реально. Но это очень мягко выражается. Очень мягко. Да, к сожалению, к сожалению, к огромному сожалению, я курящий. Ну что, мы приехали. Сейчас припаркуюсь и будем ходить. Я думаю, коляску не будем брать. Не-не-не, что-то дойдем. Добр, что-то. Это итальянский ресторан. Очень приятно. Я думаю, что мы здесь с вами, Валерий, очень вкусно поедим. Ага. Здравствуйте. Я бронировал... Садитесь, пожалуйста, здесь. Александр. Здравствуйте. Я Александр, что самое... Присаживайся на ремонт, а свободный. Угу. В общем, у нас ситуация... У нас Валерий не был 30 лет в ресторанах. Больше 30 лет. И надо что-то прям супер-супер вкусное, интересное замутить. Сейчас меню вам предложим. Спасибо. Он очень знаменитый. Что посоветуйте человеку, который не был в ресторане больше 30 лет? Это пицца. Только мясо. Ой, только мясо. Там, ну, желательно, свиньи, конечно. Печайная винная карта. Свиньи, к сожалению, нет. Из говядины. Либо курицы. Говядина или курица, да? Давай... Это говядина лучше. Господи, ты. Давайте, давайте. Ага. Две карбонары, потом попить. Алкоголь, не алкоголь? Валерий, вы что хотите? И то, и другое. Гулять-то гулять. Хорошо. Ладно, тогда... Пиво, водка, виски. Пиво, давайте. Пиво. Мне виски не надо. Пиво. Однозначно. Светлое. Фильтрованное, нефильтрованное? Желательно фильтрованное. Давайте. Ну, это, если есть, вот... Ну, это дело не в том числе, но дешевое. Там, это просто жигулевское я люблю. Нет, жигулевское. Нету, да, к сожалению. Жигулевское. Ну, что сделаешь? Вот, молодой человек еще. Если не трудно, конечно. У вас есть сигареты какие-нибудь? Есть, подожди. А? Конечно, есть. Ну, желательно, чем крепче, тем лучше. Ну, пачку сигарет. Да, Валерий. Да. В общем, я спросил у ребят, какие бы вопросы они хотели вам задать. И сейчас, пока нам несут еду, я вам зачитаю вопросы, а вы постараетесь ответить на них просто. Да, конечно. Ну, давайте. Первый вопрос. Да. Задал его Хатабыч. Ну, человек такое имя в интернете. Ну, поняла. В общем, привет, Валера. Хотел бы спросить тебя, какие ты бы мог дать советы в уличной жизни, если, к примеру, я попаду на улицу? Никак. Вам спасибо, Александр. Попробуйтесь. Просто великолепно. Замечательное пиво. Ну, с праздником тогда, Валерий. А с первого мая. Сейчас, главное, Александр, так же. Давайте. Как говорится, тем же концом по тому же месту. Второй вопрос. Задал Данислам Музафаров. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы, Валерий, встретили меня? Ну, может быть, стали как-то узнавать вас или что-то? Да, 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 спорить не буду. Ой, привет, Валера. Я... Валера, это, ну, как-то, памильярно, скажем так. Ну, не привык я, как-то скажем. Ну, а стали как-то больше денег давать? Нет. Нет, вообще. Однозначно нет. Ну, как говорится, однохренство. В чем смысл жизни, спрашивает. В чем смысл жизни? Да. Нет, ответить не могу, извиняюсь. Ну, есть такая поговорка, не пьянство ради, здоровье для. Ну, вот. Ну, в принципе, в принципе, я ее придерживаюсь. Вопрос задают. Привет, меня зовут Санду. Хочу спросить у Валерия, что бы ты изменил в жизни сейчас? Я бы купил квартиру. Это, ну, в первую очередь, скажем так. То есть сейчас самое главное для вас это уехать от матери? Совершенно верно. Хотите жить один, да? Совершенно верно. Ну, я, в принципе, в принципе, хоть и старший, но нелюбимый сын, к сожалению. Привет, Валера. У меня есть вопрос. Рад ли ты своей жизни сейчас или нет? Нет. Скажем так, я учился. Ну, совершенно, ну, не на попрошайку. Если бы ты мог переместиться в прошлое на лет так 20 назад и встретить там себя, что бы ты сам себе сказал? Ну, хорошо, там 30 с лишним лет. Да, что бы вот это? Наверное, снова женился, скажем так. Я объясню. Я, скажем так, ну, не ходок. Ага. Вот. Хотя развелся именно из-за этого. Ну, из-за меня, из-за того, что у меня жена застукала с любовницей. Понятно. Вот у меня соседка, я живу на девятом, она моя, ну, в параллельных классах учились, она моя Б. Не понял. Сейчас бегу, блин, что ты, коровку карпет куплю. То есть я в свое время хотел, ну, на ней жениться, ну, ну, что же, на шею бросаться, что ли? Не получилось, не срослось, да? Ну, не умею я, ну, хоть и трестим, блин, но не умею. На что бы вы, вот если бы у вас появилось 100 тысяч рублей, их бы потратили? Ну, я могу одно сказать. В любом случае, я бы какой-то автомобиль бы внутриобрел. Ага. Все. Спрашивают, каково быть популярным? Не знаю. На вас же узнают, правильно? Подходят? Значит, популярны все-таки. Мне скидывают фотографии прямо с вами в интернете. Ох, здоровь. Говорят, вот встретил Валерия, вот. Да, да, да. Были такие. Какой бы вы дали, вот, жизненный совет всем зрителям, которые, вот, посмотрят этот выпуск? Скажем так, первое. Не пейте, Тарас. Второе. Если, допустим, вы пьете, там, по какой-то причине, не выходите за рамки, скажем так. Ночуйте обязательно дома. Там, с женой, там, еще с кем-то, не важно. Это называется паста карбонара. Пробуйте и скажите свое мнение, пожалуйста. Это что такое итальянское? Да, да, это итальянское, действительно. Горячее. Гранд мерси. Ну, вкусно? Очень. Я очень люблю ночь. Макароны с мясом. Что? Ну, наше здоровье, короче. Спасибо. Валерий, вы в курсе, что видео с вами, где вы пробуете бургер, посмотрело 1 миллион 200 тысяч человек? Я говорю, про там, сколько-то там миллион слисов, я не знаю, врать не буду. Но знаю, что ко мне подходили. Вы, наверное, самый знаменитый человек на станции метро просвещения. Великолепно, понимаю. Расскажите вот про тот поход в ресторан, вот самый последний, который у вас был. Помните его? Так он один-единственный был. А, вообще один-единственный? Да, один-единственный. Ага. И ел это самое, ну, как оно называется, отбивное с картошкой. Отбивное с картошкой, да? Отбивное с картошкой. Вкусное было, помните? Вот мясо. И, в принципе, мясо всегда любил. Но, честно говоря, я больше свинину любил. Тут, как ни крути. Все, ребят, мы поели. Сейчас поеду отвозить Валерия, куда он скажет. Домой. Домой, домой поезу. Это пиво. Я понимаю. Ага. Да. Поедем вас отвозить домой, так что не забудьте кем. Не нужно меня домой, у меня на просвет. Хорошо, договорились. Скажите, как вам ресторан был? Пойдемте. Ой, спасибо. Все было очень вкусно. Что? Еще. Через затяг, да? Ага. Домой во сколько сегодня пойдете? Ой, не знаю. У меня ненормированный рабочий день. То есть я не могу предсказать, во сколько я пойду так домой. Там то, сё. Валерия, а вот если ваше место занято, куда идете сидеть? Ну, есть несколько вариантов, скажем так. Это другое метро какое-то? Не-не-не, это же просто, скажем так, либо на другое место, либо, скажем так, я жалуюсь контролирующей организации. Ну, назовем так, условно. Колясочку. В какой стране живете и в каком государстве? Ваша коляска? Да. Ага, тут чемоданчики ваши всякие. Да. Блин, горелый. А, это не мое, да? Э, это ваша, ваша. Это старая куртка ваша. А, да вижу, да левый. Короче, горшочек еще. А, это мой горшочек. И кепочка. А кепочку я вижу. Ага, кепочка и горшочек. Что это? Ну что, все, работать, да? На работу? Понятно. Ну, ладно, кавалерий, всего вам доброго. Привет, благ, Александр. Передайте всем привет и большое спасибо. Огромное вам спасибо, Александр. Всем подписчикам привет. Ага. Ну, ладно-ка, все, Валерий, пока-пока. До свидания. Ну что, друзья, вы сами все видели. Валерий, не сказать, что я удивлен, не сказать, что я расстроен. Я, наверное, просто слегка задумался. Вот действительно мне как-то кто-то написал из вас в комментариях, что пока человек сам не захочет, ничего не произойдет, ничего не улучшится. И здесь, наверное, та же ситуация. Я как мог пытался помочь Валере. Вы это сами видели с ним на канале, там, больше десяти выпусков. И я всячески ему пытался помог. Всячески пытался ему помочь. Просто всячески. Но, видимо, он сам не хочет. Поэтому, друзья, это была прям самая последняя серия с Валерой. Потому что, ну, не то, что я обижен или что-то еще. Но на этом все, на этом все. Он как бы, у него была возможность поменять свою жизнь, поменять, сделать ее лучше. Но, как говорит Валера, «Си тоже не ком по-по-по-пари». Что-то в этом духе. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а с вами был Александр Жучкин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»